Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Тысяча растений, 1300 квадратных метров брусчатки, 28 миллионов рублей и сквер готов. Сегодня в Блиново торжественно открыли новый парк в рамках программы формирования комфортной городской среды. В Сочи подвели итоги года добровольца. За 7 лет через городской центр развития волонтерства прошло более 10 тысяч активных горожан. В Сочи изъято почти 1000 салютов и 50 тонн алкоголя. Город готовится к безопасным праздникам. В уходящем году режим ЧС в Сочи вводился 12 раз. Героев-спасатели сегодня честовали в администрации города. 60 тысяч обращений поступило в администрацию края от кубанцев в этом году. Чаще всего жители региона просили разобраться с проблемами в жилищно-коммунальном хозяйстве. Такие цифры сегодня озвучили на итоговом часе контроля. На совещании губернатору доложили о выполнении его поручений. Ответственнее всего к этому вопросу подходят в Северском, Кореновском, Лобинском районах и Армавире. В отстающих Краснодар, Горячий ключ и Белогринский район. В красной папке начальника контрольного управления все поручения губернатора, которые глава региона дал в этом году. Максим Туровец приводит детальный анализ по каждому району и городу. Подсчитаны абсолютно все задачи, которые Вениамин Кондратьев дал во время выездов в муниципалитеты и встречи с жителями края. Можно сказать, что исполнительская дисциплина в 2018 году стала улучшаться. В целом можно считать налаженной работу в муниципальных образованиях края по выполнению ваших поручений, а также в органах исполнительной власти. На итоговом в этом году заседания отошли от традиционного формата. Вместо отчета по конкретным поручениям контрольное управление подготовило доклад о работе краевых ведомств и муниципальных администраций. В списке отличников Северский, Кавказский, Славянский районы и Армавир. Показатель выполненных поручений губернатора там превысил 70%. Вениамин Кондратьев записывает все озвученные цифры. Конечно, особое внимание глава региона обращает на тех, у кого страдает исполнительская дисциплина. Это Краснодар, Горячий Ключ, Обширонский и Белоглинские районы. В некоторых показатель всего 37% выполненных поручений за год. Вы здесь не меня подводите, если процент выполнения моих поручений будет невысокий. Вы жителей края здесь максимально своими действиями не уважаете. Мои поручения это не мои хотелки, это то, о чем я слышу из уст людей на встречах с жителями края. Ничего сверхъестественного жителей края не просят нормальных человеческих условий. Это мы должны дать. Перенос выполнения поручений это совсем не результат. Не красит того, кто инициирует и делает все, чтобы перенести сроки выполнения поручений. Жизнь перенести мы не можем, еще раз подчеркиваю. А люди хотят жить. Жители края сегодня об этом не раз говорили. Или сроки выполнения поручений неразумны. Тогда тоже об этом скажете, что мы скорректируем тех, кто эти сроки ставит. Либо, коллеги, назовите фамилии тех, в том числе в краевых органах власти, которые мешают или не помогают вам, достигнут того, чтобы вы выполнили поручения губернатора. Например, в Услабинском районе поручения губернатора выполнили лишь наполовину. Что говорит о не самой активной работе чиновников на местах. Половина выполненных поручений губернатора. Так, конечно, дальше дело не пойдет. Чтобы активизация команды прошла, нужен тот, кто сможет ее активизировать. То есть, по-настоящему лидер и хозяин района. И если он есть в районе лидер, по-настоящему и хозяин, то и команда, она ему будет подстать. То есть, они не смогут отставать даже от его темпа, ритма работы и, конечно, нацеленности на результат. А если руководитель как-то позволяет команде так выполнять поручения, то, конечно, она будет их так и выполнять. Но еще раз подчеркиваю, что жители Услабинского района, они заслуживают большего и внимания, и в том числе активности по отношению к ним. И результат, который должна давать команда Услабинского района, административная команда управленцев, они должны быть видимыми для жителей Услабинска и Услабинского района, видимыми. А в противном случае, коллеги, значит, что-то нужно будет перезагружать. И я понимаю, что нужно перезагружать в Услабинском районе для того, чтобы был результат. Отстающие есть и в краевых ведомствах Министерства ТЭК и ЖКХ, а также Департамент строительства попали в антирейтинг контрольного управления. Однако это больше исключение, чем правило. Средний показатель выполненных поручений губернатора во многих структурах администрации превышает 70%. Общую работу региональных и муниципальных властей в этом году губернатор оценил на твердую четверку. И здесь важен именно командный подход. Коллеги, которые из края, которые обладают большими возможностями, конечно, должны помогать коллегам из районов. Если какая-то отрасль под отрасль или проблема зависает, то в первую очередь должны прийти на помощь району отраслевики. И они должны брать вместе и вытаскивать эту проблему. Они засаживают народу, что вот они там что-то не делают. Это значит мы не делаем. Коллеги, значит вы не делаете. Вместе. Это самое важное. Я не отделяю ни один район от целой жизни края. И мы одна большая команда. Одна общая команда. Однако ни одно поручение не снимется с контроля, пока не будет выполнено, напомнил Вениамин Кондратьев. В таком формате заседание продолжится и в следующем году. Уже в январе на разбор полета в губернатору соберутся его заместители, руководители ведомств и главы муниципалитетов. Яна Бузычкина, Виктор Чаусов и Денис Перец, Кубань-24, Краснодар. 108 миллионов рублей принес Краснодарскому краю курортный сбор. Его ввели в июле текущего года. Полученная сумма превысила изначальные прогнозы больше, чем наполовину, рассказал журналистом Вениамин Кондратьев. Губернатор отметил, что в регионе высокий уровень собираемости и низкий процент отказа от уплаты курортного сбора. Губернатор отметил, что в регионе высокий уровень собираемости и низкий процент отказа от уплаты курортного сбора. В эксперименте участвовали Анапа, Сочи, Геленджик, Горячий ключ и четыре поселения Туапсинского района. Эти муниципалитеты будут благоустроены за счет полученных средств. В результате публичного голосования жители и гости курортных территорий сами определили, на что пойдут собранные средства. На сегодняшний день изменения размера курортного сбора и расширения географии его участников в следующем году на Кубани не планируется. Полученные деньги направят на установку новых объектов инфраструктуры – это детские игровые площадки, лавочки, беседки, скульптурные композиции, а также на создание благоустроенных территорий отдыха. В текущем году размер курортного сбора не превышал 50 рублей в сутки. От его уплаты в Краснодарском крае освобождены местные жители, а также 19 льготных категорий граждан. Школу-интернат для талантливых детей построят в Краснодаре. Строительство нового образовательного учреждения обсудили на совещании под председательством главы региона. Вениамин Кондратьев отметил, что такой проект даст возможность подрастающему поколению проявить свои таланты в той или иной сфере – в науке, культуре или медицине. Отбираться туда будут дети со всех районов края исключительно на конкурсной основе. Мы должны сделать все, чтобы дать возможность этой талантливой, одаренной молодежи, которая, я уверен, есть в нашем крае, не потеряться. Эта школа на 1200 мест. Располагаться она будет на 12 гектарах. Там будут спортивные ядры очень мощные. Но самое главное – интернат на 600 человек, где будут жить детки со всех, еще раз подчеркиваю, районов нашего края. При условии, если они выдержат вступительные экзамены в эту школу, а в школу будут принимать только на конкурсной основе, если они на самом деле талантливы, если это по-настоящему те умники и умницы, которые сделают завтра нашу Кубань еще продвинутой. 1 сентября 2021 года мы школу умников и умниц в Краснодаре открываем. На конкурсной основе также будут отбирать и педагогический состав. Уже известно, что под свое патронирование школу возьмет Кубанский государственный университет. За победы детей сегодня наградили учителей. Впервые в Краснодарском крае отметили наставников-педагогов, чьи воспитанники стали победителями и призерами всероссийских школьных олимпиад по различным предметам. Награды из рук заместителя губернатора Анны Меньковой получили учителя не только из крупных кубанских городов, но и из отдаленных районов. Награды получили педагоги русской литературы, иностранных языков кубановедения, физической культуры. В этом году команда Краснодарского края впервые вышла в лидера на предметной олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности. Некоторые наставники подготовили не одного, а сразу нескольких призеров всероссийских первенств. К примеру, учитель биологии из Новороссийска. У нас должны быть понятные, адекватные стимулы и мотивации для тех преподавателей, наставников, которые доводят детей до таких выдающихся результатов. Сегодня это повышает статус Краснодарского края в системе образования. Ключевым для нас остается качество образования. Конечно, мы опираемся на то, что у нас деток, которые побеждают в олимпиадах и удостаиваются таких выдающихся результатов, конечно, должно становиться больше. Я вас всех благодарю, я вас поздравляю с тем, что вы стали первыми нашими в этом смысле ласточками в Краснодарском крае. Я надеюсь, что это не последний ваш результат, что мы еще будем встречаться, что ваши дети будут добиваться успехов. Заместитель губернатора Анна Менькова рассказала о стимулах и для детей отличников из краевого бюджета лучшим выделят по 20 тысяч рублей. А на недавно прошедшие сессии Законодательного собрания Краснодарского края приняли еще одно решение – доплачивать кубанским педагогам ежемесячно за классное руководство. Ну и к городским новостям. Сегодня в Сочи на улице Чайковского забил фонтан. Проезжая часть под дублером превратилась в реку. В Заречном микрорайоне поврежден водовод. Воды там не будет до утра. МУП «Водоканал» проводит аварийно-ремонтные работы на водоводе диаметром 300 мм по улице Чайковского, 49. Ориентировочно до 6 утра 22 декабря водоснабжение частично отключили абонентам на улицах Чайковского, Новоселов, Цветной бульвар, а также в котельной номер 2. В работах задействованы 6 человек и 2 единицы специальной техники, сообщает пресс-служба «Водоканала». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 22 декабря в Сочи переменная облачность, временами дождь, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем около 10 градусов выше нуля. Предпраздничная выставка-ярмарка «Кубань» Рождественский базар. Продукты и деликатесы для праздничного стола, подарки к Новому году и Рождеству, авторские изделия, аксессуары. С 20 по 23 декабря «Жемчужина». Вход свободный. Обновите гардероб к новогодним праздникам в магазине «Дамский каприз» новая коллекция французской фирмы «Эвелин Болеро». В торговом центре «Сан-Сити» уже царит новогоднее настроение. Праздничные скидки до 50%. Они действуют до 31 декабря. Готовьтесь к Новому году вместе с «Сан-Сити». Северная 6. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив Агропрома. Ах, как же утомляет эта новогодняя суета. Мотаться по магазинам, думать, что кому подарить и где это все купить. Хочется, чтобы все было проще. Торговый центр «Сан-Сити». Все подарки здесь. Сегодня в торжественной обстановке открыли сквер в микрорайоне Блинова. Для местных жителей это событие стало настоящим подарком к Новому году. Внимание, наступает торжественный момент. Сквер открыт! Здесь главные герои – дети. В большей степени для них, взрослые, разработали федеральную программу формирования комфортной городской среды. В ее рамках выделены средства на обустройство скверов и придомовых территорий. В этом году Сочи получил более 240 миллионов рублей. Только на строительство скверов в Блиново ушло 28 миллионов. Все для того, чтобы микрорайон был комфортным и удобным для самих жителей. С Новым годом, друзья! Мы поздравляем вас все! Сегодня здесь самый настоящий праздник. Запущенный уголок превратили в уютное место отдыха. Более 1300 квадратных метров выложили брусчаткой. Установили скамейки и фонари. Есть и площадка для воркаута. Сквер оснащен системой видеонаблюдения. Соблюдены все требования для маломобильных граждан. Жители Блинова пришли сегодня с детьми, чтобы оценить работу строителей. А здесь еще и обустроили зеленую зону, посадили тысячу растений. Мы так давно ждали открытия этого парка. У меня вот внучок. Мы все ждали момент, где место, где можно гулять с детьми. И мы так рады, что сейчас у нас будет место, где гулять. А то дорога очень близко, много машин. А здесь, видите, очень много зелени. Мы очень рады. Да, спасибо! Мы очень счастливы отпраздновать два Нового года. Сегодня и несколько дней спустя. Гулять с детьми. Дети будут бегать спокойно, кататься на роликах, кататься на велосипедах. Добра и счастья! Благодарны! В целом, за последние два года в городе было открыто семь скверов. И благоустроено 12 придомовых территорий. Завтра, послезавтра откроем сквер на КСМ. И до конца этого года откроем еще сквер в самом поселке Лазаревское. Конечно, это улучшение качества жизни. Хотя город Сочи и вошел в пятерку лучших городов России по качеству жизни, тем не менее, резервы у нас есть. И мы постараемся сделать так, чтобы каждый микрорайон города, в том числе отдаленные села, были такими же комфортными, какими являются наши регрессионные зоны, которые принимают гостей. В следующем году продолжится работа по программе формирования комфортной городской среды. И в других микрорайонах города появятся новые скверы и парки. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». 2018 указом президента был объявлен годом добровольца. Для сочинских волонтеров этот год был не менее насыщенный, чем Олимпийский 2014. В городе прошел чемпионат мира по футболу и масса других событийных мероприятий разного уровня. Сегодня на курорте торжественно подвели итоги года добровольца и отметили самых активных волонтеров, в том числе серебряного возраста. Для Сочи волонтер – особенное слово. Ведь именно здесь свое развитие получило волонтерское движение страны. Толчком стала зимняя Олимпиада. И вот уже 7 лет сотни сочинцев, школьники, студенты, пожилые горожане с активной гражданской позицией служат добровольческому делу. Мы будем все делать для того, чтобы было интересно волонтерам. Потому что волонтерам все тоже не станут люди, если это неинтересно. В нашем городе прошло уже сотен-семь, наверное, различных событийных, крупных мероприятий. И в большинство этих мероприятий мы привлекали наших волонтеров. А к этим мероприятиям привлекался и мировой интерес. И таким образом наши волонтеры становились очень известными. И, конечно, улыбки наших волонтеров уже известны и помнят во всем земном шарике нашей. Правда? Потому что и на Олимпиаду к нам приехало большое количество гостей, которые просто были очарованы тем гостей и приимством, которые проявили сочинцы. И, конечно, чемпионат мира по футболу в прошедшем году, он тоже расширил круг наших друзей из Сочи. Поэтому мы о себе уже заявили. Среди активных волонтеров города Екатерина Плеханова – кадастровый инженер. В волонтерское движение ее привело желание помогать обществу. В итоге, признается, девушка помогла она и самой себе. Замкнутый человек – теперь это точно не о ней. Ко всему прочему, благодаря волонтерству Екатерина побывала на мероприятиях и за пределами Сочи. Очень интересным был проект в прошлом году. Я работала в атташе сборной Российской Федерации на Тайване во время универсиады. Наверное, это был самый необычный опыт, потому что там я представляла уже не только, скажем так, волонтера нашей страны, но именно волонтера нашей страны и за рубежом. Поэтому ситуации были стрессовые, иногда, иногда очень интересные. И мне впервые, например, удалось побывать именно как участнику на церемонии открытия крупного спортивного мероприятия. Год добровольца для сочинских волонтеров действительно был насыщенным. Одно мероприятие сменялось другим. Новая волна, FIFA, Формула-1. Город принял более ста спортивных чемпионатов и первенства. Еще десятки различных форумов – экономических, музыкальных. Одна из главных задач года добровольца была как раз-таки популяризация данного движения. И если смотреть в целом по России, то буквально 7 лет назад всего лишь от 3 до 4% были приверженцами этого движения. Сегодняшние опросы показывают, что уже более 17% россиян приобщили себя к добровольческому движению. Соответственно, это примерно такие же цифры и в городе Сочи. Сколько именно волонтеров в Сочи сказать сложно. Известно лишь, что за 7 лет через городской центр развития волонтерства прошло более 10 тысяч горожан. Год добровольца подошел к концу, но это движение, подчеркивает руководство города, будет только набирать обороты. Количество событийных мероприятий, проводимых на курорте, только растет, как и интерес к Сочи. К тому же в новом году акцент будет сделан и на внутригородские мероприятия, в том числе проекты в рамках хартии «Я люблю Сочи». Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи по-прежнему действует штормовое предупреждение. К слову, в выходящем году режим ЧЕС вводился 12 раз. Сегодня в администрации Центрального района собрались руководители и сотрудники органов управления в области гражданской обороны и защиты населения. Подвели итоги года, озвучили планы на предстоящий 2019 и отметили лучших спасателей. В этом году единая дежурно-диспетчерская служба отработала несколько сотен тысяч звонков, чтобы оперативные службы своевременно реагировали на обращения. Сотрудники муниципальной службы спасения оперативно выполняли поставленные задачи. Регулярно проводятся комплексные учения. В этом году их было 82. Профессиональные навыки экстренного реагирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций отрабатываются не только по заранее прописанному сценарию, но и в условиях реальности. В этом году в Сочи режим ЧАЭС вводился 12 раз. В этом году погода нас не жалует. Сентябрьское потопление, осеннее потопление. Самый главный результат – нет гибели людей под этим негативным погодным явлением. Позитивная динамика присутствует, но еще раз повторюсь, что все равно есть еще над чем работать. Зачастую перед спасателями стоят задачи, связанные с риском для жизни. И каждого из них можно назвать героем. Сегодня чествовали лучших из лучших. Грамоты и заслуженные федеральные награды получили 15 спасателей. В их числе и медали МЧС России за спасение погибающих на воде. Взрослый человек более 60 лет попал под шторм, под волну и больше трех часов находился под этими волнами. Он зацепился одеждой за арматурой. Спасателей искали, не нашли. Пожарные приехали. Но нашлись те люди, которые проявили инициативу и рискуя своей жизнью спасли этого человека. Инцидент произошел поздно вечером. Эти трое молодых людей оказались на месте случайно. Решили проявить гражданскую инициативу и не остаться равнодушными. И пойти на помощь человеку, который находился в тяжелой ситуации. Легкое такое волнение было, конечно, присутствовало, потому что море непредсказуемое. И мы ничего, справились с задачей. В задачи на следующий год входит совершенствование и поддержание постоянной готовности органов управления, сил и средств, а также систем 112 и безопасный город. В первом полугодии пройдет тестирование и внедрение программного комплекса видеоаналитики в рамках проекта «Умный город». Ну и, конечно, без комплексных учений никуда. Их в 2019-м пройдет не меньше, чем в уходящем. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Праздник должен быть безопасным. Так решили в сочинской полиции и перешли на усиленный вариант несения службы. В ходе рейдов сотрудниками полиции изъято больше тысячи единиц пиротехники. Салюты лежали на прилавках незаконно. На владельцев торговых точек составлены протоколы, материалы направлены в суд. Также из незаконного оборота изъято в этом году более 50 тонн алкоголя. В праздничные дни под особым контролем госавтоинспекторов безопасность дорожного движения. Водители транспортных средств, будьте любезны, поменяйте летнюю резину на зимнюю и передвигайтесь по территории Красной Поляны на зимней резине. Зимняя резина у нас обозначена знаками М плюс С, либо горная эрвишина со снежинкой, будут выставляться экипажи на подъезде Красной Поляны, на автомобиле на летней резине, допускаться туда не будут. Для обеспечения правопорядка и безопасности важно взаимодействие полиции с общественностью, подчеркнули на брифинге. Представители домовых комитетов, ТОСов, Квартальные – это главные помощники правоохранителей. В таком тандеме в Лазаревском районе работает участковый Роман Кремченко и председатель ТОС Татьяна Цетер. Полицейскому удалось навести порядок в многоквартирном доме. Мамочка, которая употребляла спиртные напитки, наркотики, и в общем ребенка бросала одного даже, и потом уезжала с этим маленьким ребенком. То есть постоянно ее искали. Домой возвращалась эта пьянка, драка с матерью. В общем, весь подъезд просто был в ужасном состоянии. Поэтому вот благодаря нашим участковым, которые активную работу проявили в этом направлении, наконец-то с ней уже справились, ее, по-моему, наказали. И сейчас решается вопрос о ее ребенке. В целом на каникулах в городе пройдут более сотни общественных мероприятий. В охране правопорядка будут задействованы почти 300 полицейских и 100 представителей казачества. Победа предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно. Авиакомпания проводит традиционную новогоднюю акцию. С 25 декабря по 10 января Дед Мороз и Снегурочка могут улететь совершенно бесплатно на любом рейсе Победы по всей маршрутной сети при наличии свободных мест. Для этого необходимо подойти на стойку регистрации в костюме сказочного персонажа, заявить о желании воспользоваться правом бесплатного перелета и дождаться окончания регистрации. Представитель авиакомпании при наличии свободного места на рейсе оформит бесплатный перелет для участника акции, которому, правда, придется оставаться в костюме новогоднего персонажа до приземления в аэропорту назначения, чтобы остальные пассажиры рейса, особенно дети, вдохновлялись праздничным настроением. Новогодняя акция рассчитана на людей, которые не смогли или не успели купить билеты на новогодние каникулы и готовы провести какое-то время в аэропорту ради бесплатного перелета. В прошлом году «Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек. Ассоциация ательеров Сочи подвела итоги года и наметила планы на предстоящие организации, которые сегодня объединяют не только объекты размещения Сочи. За этот год удалось добиться значительных успехов. Они повлияют на развитие отрасли не только в городе, но и в стране. Все подробности в нашем следующем сюжете. Ассоциация ательеров «Амос» в Сочи была создана больше двух лет назад с целью объединить усилия для решения проблем в гостиничной индустрии. А многие из них общие для объектов размещения курорта. И часть из этих сложных вопросов за минувший год удалось решить. По инициативе двух ассоциаций, Ассоциация ательеров Казани и Татарстана и Ассоциация ательеров Сочи и Краснодарского края было поднято очень широкое общественное обсуждение. Удалось достучаться до руководства Министерства экономического развития и классификацию всех отелей по России, по стране отодвинули на год. То есть действия федерального закона перенесли на год. Сегодня в Ассоциацию входят более 50 санаториев и гостиниц, и не только сочинских. Организация теперь объединяет отели региона – Краснодара, Анапы и Геленджика. Вместе проще справляться с современными вызовами, отмечают в ассоциации. Нужно вовремя реагировать на изменения в законодательстве, успевать за современными тенденциями развития рынка, чтобы быть конкурентоспособным. А для этого нужно изучать опыт конкурентов, в том числе и международный. Учебно-образовательный тур, который мы организовали в мае месяце, 20 ательеров по самым фершенебельным курортам Турции, где нас принимали генеральные менеджеры. Это был действительно образовательный тур. И это действительно повлияло и на качество услуг, предоставляемых этими объектами, и, естественно, сделало более довольными наших гостей. Подобные обучающие туры продолжатся и в следующем году. Надо отметить, что Ассоциация АМОС объединяет не только ательеров. Это площадка для диалога с властью, бизнесом, общественными организациями и наукой. Так уже подписано соглашение с опорным вузом края, сочинским госуниверситетом, профиль которого – туризм, об организации практики и стажировок студентов в лучших отелях курорта. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напомню, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, в Телеграм и в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов, и обучения визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.